Добрый день друзья! Сегодня у нас речь пойдет о гибискусе сорта Катерина. Это гибискус травянистый. О травянистых гибискусах я уже вам рассказывал в нескольких роликах и я хочу о Катерине рассказать потому, что он у меня появился самым первым и в общем-то он на меня произвел колоссальное впечатление, когда я его первый раз увидел. Я его размножил в достаточном количестве. Он у меня растет в саду в количестве наверное сейчас штук 30, а может быть 40. Замечательный, отличный цветок. В общем ситуация такая. Сорт Катерина относится к гибискусам травянистым. Я уже говорил, что в отличие от гибискуса, который называется китайской розой, который выращивается в нашей климатической зоне как комнатное растение, вот гибискус травянистый растет постоянно в саду на улице. То есть его не нужно на зиму заносить как китайскую розу в дом. Он в принципе не вымерзнет на большей части европейской территории и в принципе его можно выращивать в саду. Значит у гибискуса травянистого прямые плотные стволы. Он имеет гораздо большие по размеру и листья и цветы. И цветы могут достигать в диаметре от 21 до 28 сантиметров. Это вот как 28 сантиметров. Это один из стандартных размеров сковородки. Вот представьте себе какой размер цветка. Значит, что нужно учитывать при посадке? При посадке нужно учитывать, что лучше всего посадить гибискус травянистый на хорошо прогреваемом, на хорошо освещенном месте. Потому что чем более освещенное место, тем больше будет количество цветов. И в принципе будет он расти и в полутени, но при этом он во-первых будет зацветать позже, и во-вторых количество цветков будет меньше. Ну и также нужно учитывать, что сорт катерина, он растет в высоту от примерно метр восемьдесят до двух с половиной метров, в зависимости от возраста. То есть в первый год он будет расти полтора метра, может быть метр восемьдесят, второй год там два метра, и вот на третий-четвертый год он может вырасти у вас на два с половиной метра. Поэтому его нужно сажать либо на центральное место на клумбе, вокруг него уже менее рослые растения, или его посадить на задний план, его будет видно, а перед ним более низкорослые растения. Ну по поводу почвы, в принципе он не особенно требователь к почве, для него подойдет любая, но если вы хотите вырастить более крепкие растения, нужно внести в умеренных количествах органическое удобрение, как при посадке, так и во время роста. То есть чем более плодородной будет почва, тем пышнее и гуще будет куст гибискуса. Ну и очень важно для гибискуса, он очень любит воду, и поэтому нужно, чтобы полив был достаточно обильный, и это хорошо стимулирует как рост, так и цветение. Но особенность у травянистого гибискуса такая, что зимой вся надземная часть растения полностью вымерзает. Поэтому, чтобы он хорошо перенес зиму, необходимо обязательно полностью обрезать его стволы и оставить примерно 20-30 сантиметров от ствола для обозначения места посадки, чтобы его не потерять весной, и окучить небольшим холмиком земли. 20-30 сантиметров этого будет достаточно, нам нужно прикрывать не стебли, а нам нужно прикрыть только вот те почки, которые располагаются на корнях. И в таком виде гибискус лучше перенесет зиму, и в следующем году порадует вас и ваших гостей красивыми, почти неестественными крупными цветками, но восхитительной красоты просто. Ну, когда наступит весна, многие переживают, что все погибло растение, не растет, не видно никаких признаков жизни. Переживать не надо, потому что новые ростки появляются весной достаточно поздно, когда температура достигнет уже градусов 20. В нашем городе это происходит не ранее 9 мая, но вот с этого момента, когда растение просыпается, то новые побеги начинают стремительно расти, вырастая в день на величину от 3 до 5 сантиметров. Они проламывают землю, мощные такие побеги, и они быстро набирают рост, вот там через 2 недели они там чуть ли не 70-80 сантиметров набирают, и дальше уже к июлю месяцем у них высота уже 1,5 метра, 2. Вот такая вот скорость роста, ну и начинают цвести с середины июля, и в принципе вплоть до самых заморозков. Когда заморозки приходят, конечно, листья желтеют, опадают, и цветение прекращается. Ну, сорт катерина, как и другие гибискусы травянистые, можно размножать и семенами, и зелеными черенками, но наиболее часто и надежнее получается размножение делением куста. Почему? Потому что недостаток размножения семенами состоит в том, что в этом случае могут вырасти растения с цветками другого цвета. Вот такой ролик я показывал, результат семенного размножения можете посмотреть, ссылка вверху. И также можно размножать черенками, в принципе он неплохо размножается черенками, я в видео тоже показывал, результаты хорошие. Но дело в том, что это можно делать тем, кто уже имеет достаточный опыт и имеет определенные навыки. А проще всего, конечно, размножить делением куста, вот ролик тоже есть по этому поводу, можете посмотреть, там подробно, детально показано, как это делать. Так вот, при размножении делением куста, сохранение сортовых качеств гарантируется, и такой саженец, если разделить его даже весной, не говоря уже об осени, то он в этот год будет полноценно уже цвести и покажет всю красоту в полном мере. Ну и еще раз обращаю внимание на особенность сорта Катерина. Это огромный размер цветка, диаметр от 20 до 28 сантиметров. Имеется аналогичное растение других сортов, которые имеют диаметр цветка не маленький, конечно, и 10, и 15, и 18 сантиметров. Но вот 21-28 это имеют только гибискус травянистый. То есть я имел в виду, что и сирийский гибискус вообще не особенно большой, хотя он и растет на улице. Гибискус китайский тоже там до 10 сантиметров. А вот травянистый гибискус и в частности сорт Катерина имеет размер цветков не меньше 20 сантиметров. Ну вот, собственно, все об этом растении, об этом сорте. Если видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно задавайте вопросы, обязательно отвечу. Давайте будем общаться, обмениваться опытом. До новых встреч!